Микс Ньюс Начнем мы сегодня с компонента обязательной закупки. Нельзя эту тему с вами в очередной раз не обсудить. Одно из предвыборных обещаний, наверное, в каждой партии было, что это ликвидация этого компонента обязательной закупки. На сегодняшний день обещали, что весной уже все закончится вот так вот возьмут и отрубят. Не отрубили. Сейчас в очередной раз создана рабочая группа. Вы в ней целую неделю побывали. Потом вместе с господином Зариншем оттуда вышли. Вот что на сегодняшний день? Это не рабочая группа. Это была уже комиссия по исследованию. Комиссия по исследованию, да. Да, так назовем ее. Почему так скоротечно ваше присутствие было в этой комиссии? Скажем, тут две части этого вопроса. Во-первых, скажем, каждая фракция, парламентская фракция назначила в эту комиссию самых компетентных людей. С точки зрения тем, чем я занимался последние три года, я этот вопрос знаю досконально и понятно, что там, что и как. И с этой точки зрения фракция назначила меня как кандидата на эту комиссию. Потом начались парламентские дебаты, где обсуждался вопрос о том, не имею ли я конфликта интереса, поскольку этот вопрос, эта комиссия исследует те вопросы, которые занимался Министерством экономики. И я, как один из министров, тоже буду отвечать перед комиссией и не получаю из этого конфликта интересов. В законе, наверное, четко это описано. Но очень трудно это тоже, конечно, тоже, ну, как сказать, определить этот вопрос, поскольку я никаких лицензий не выдавал, но только занимался тем, чтобы эту компетенту сокращать и разработал программу, как от нее избавиться. Но поскольку парламент эти дебаты, как сказать, не уменьшались, но только повышались, мы приняли фракции решение, что зачем тогда туда, чтобы, ну, чтобы не компрометировать эту комиссию, просто чтобы я ушел оттуда. Так что удалось, получилась такая ситуация, что и господин Заринч решил уйти оттуда. Но это у нас не было, то есть не согласовано. Но вот такие два самых ярых были личности на фоне этого конфликта последние несколько лет. Он, как ярый противник, говорил, что надо вот прям сегодня, наверное, брать все и убирать. Вы в августе 2018 года представили план по ликвидации из пяти пунктов, который состоял. На сегодняшний день, насколько близки мы к ликвидации, насколько это возможно сделать в кратчайшие сроки? Да, скажу с господином Заринч, у меня довольно-таки многие точки зрения совпадают. И, конечно, он был один из политиков, который повлиял на эти вопросы. И, конечно, я очень рад, что удалось с такой большой экспертной группой. То есть все-таки тем более чем 30 людей из разных отраслей, которые работают, мы вместе создали эту программу, как избавиться от ойка без судебных разбирательств за три года. Это было реально, это было возможно. И я хочу сказать, что мне очень жаль, что на сегодняшний день эта программа, которая была... То есть мы прошли весь вопрос согласования. То есть мы согласовали более чем 120 вопросов с разными министерствами, организациями и так далее. И мы с предыдущим премьер-министром решили, что поскольку во всех политических партиях ставили перед собой вопрос борьбы, мы приняли этот документ, но его, как сказать, не вступил он в силу. То есть мы оставили следующему министру, чтобы он, если что-то хочет, добавить и так далее. Но, к сожалению, на сегодняшний день я вижу, что в этом направлении ничего не делается. И очень жаль из-за этого, поскольку там очень важные такие две точки, две очень важные точки. Во-первых, было найдено очень важное соглашение со всеми отраслями экономики, и какой может быть уровень поддержки производства электроэнергии и поставки электроэнергии. Мы нашли эту точку. Это 0,3% валового продукта. То есть отрасли согласились, что это необходимо, и это будет работать на благо. Эти отрасли не против их. Во-первых, эту точку мы нашли. И, значит, этот коридор поддержки от 0 до 0,3, это где министерство может, как сказать, играть этим. Второй, конечно, психологический аспект, где обязательная компонента закупки для жителей Ладвии стала, ну, можно сказать, камнем... Ну, красной тряпкой, я бы сказал. Красной тряпкой, я бы сказал, да. Да, и есть, то есть мы нарисовали дорожную карту, как из этой ситуации выйти из трех лет, и даже комиссия Евросоюза дала нам то есть рекомендации, как мы можем из, как из этой ситуации у чистого инструмента выйти. В частности, нижний министер не посчитал это важным и поставил, я хочу сказать, довольно такую интересную точку над И, поскольку, когда мы увидели новый совет Латвенерго, там и даже один из, то есть один из новых членов, это господин Степанов, такой, ну, яркий представитель, то есть получатель этой компенсированной, то есть обязательной, то есть, ну, представитель, производитель энергии возобновляемых ресурсов и такой сильный лобби, так что видим, что эта группа как-то уже выиграла ситуацию, и она опять, как сказать, могу сказать, на коне. Ну, на коне или не на коне, в любом случае, что-то с этим надо будет делать, потому что это было, как и вы уже отметили, что это было одно из самых ярких предвыборных обещаний, я думаю, что избиратель просто так не оставит эту ситуацию, и отвечать в любом случае придется, что, если сейчас никакие шаги в этом направлении не предпринимаются, как в результате может эта ситуация разрешиться? Как вы сказали, что я участвовал при составлении нынешнего правительства, и поскольку партия КПВЛВ была одна из ярких сильных позиций, что надо избавиться от этой компоненты, мы поддержали то позиции, что министра экономики будет из этой партии. Но, к сожалению, не было никакой реакции на задачи, которые были данным парламентом, и после этого, когда, то есть, было уже второе каденция, когда уже говорилось о том, что надо разработать программу, как уменьшать эту компоненту, мы увидели разного рода такие какие-то странные маневры, и на сегодняшний день я знаю, что премьер-министр тоже не доволен этой ситуацией, и он тоже обещал, что он будет этот вопрос решать, и прогресса нет никакого. То есть, на сегодняшний день ликвидацией компонента обязательной закупки не занимается, она приостановлена. Она просто забыта, да, этот вопрос, да. Чья это ответственность? Вы вот уже назвали фамилию господин Степанов, но есть же конкретно чья-то ответственность. Вы тоже на посту... Это абсолютно ответственность министра экономики полностью. Это сейчас, я имею в виду до этого, почему до такого дошло. Вы на протяжении трех лет в этой ситуации разбирались, и мы до сих пор не знаем, чьих это рук дело, кто это заварил, конкретные люди, ведь это же все бумаги, там есть конкретные имена, фамилии. Здесь, да-да-да, здесь, а это полно переписано уже 10 лет. Во-первых, я хочу сказать, что это 9-го года уходящая правительство, Годманис принял абсолютно необоснованные решения. Просто же кабинет, который был в отставке последние дни, принял это абсолютно необоснованные, то есть, Минист кабинета, ну, так как правило кабинета министров, которые открыли полные такой, ну, такой, полные ворота, просто распределение этих разрешений. Это, во-первых, это одна часть. Второе, потом уже министры, которые были, они как-то старались эту ситуацию сбалансировать, но мне кажется, тоже очень одна важная вещь, которая тоже для меня стала ясна, что, ну, министры – это одно. Ну, министр, он занимается политикой, делает приоритеты, отказывается от приоритетов, но саму работу делают чиновники, и есть, собственно, и чиновники, которые отвечают за это. Я хочу сказать, что за эти годы максимумы той закупки этой электроэнергии были на уровне 260 миллионов евро, да, годовая закупка. И эти, если вы мне спросите, как эти, как производился надзор над этим вопросом, как это закупалось, контроль над станцией, и как это подсчитывалось экономически, сколько мы можем, сколько не можем, как система, сколько она может себе позволить. Ну, почему я так говорю? Поскольку нет таких стран Европы, которые не поддерживают свое энергопроизводство. Но это должна делаться на экономически обоснованных показателях, но не так, как кому-то показалось, или такой жадностью. И хочу сказать, что эта работа не производилась. И со своей стороны я тоже подал заявку в прокуратуру, чтобы все-таки разбиралось, почему не в это все время уже за 10 лет не выделялись средства, на что бы это контролировалось. Хочу сказать, что можно сказать, что два чиновника с этим вопросом занимались в течение последних 10 лет, да. Но это абсолютная хватка ресурсов, чтобы этот вопрос контролировать тщательно, да. То есть на сегодняшний день принятое решение было распределено, то есть департамент политики и энергетики, то есть надзор отделен от этого департамента, то были те, которые выделяли разрешение, те и сами, как сказать, контролировали, да. Во-первых, это отделено, и третье принятое решение постепенно, то есть создается агентство энергетики и строительства под Министерством экономики, которое полностью будет этот вопрос контроля перебрать на себя, и тогда будет уже 100% контроль. То есть на протяжении 10 лет, которые существуют, вот этот вводится компонент обязательной закупки, до 2018 года надзором занималось два человека. Ну, два с половиной, скажем. Два с половиной, замечательно. И 260 миллионов евро, это огромнейшие деньги, и это очень маленький ресурс, да. Надевайте, пожалуйста, наушники, примем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к министру экономики. Бывшему министру. Бывшему министру. Когда в 1991 году Народный фронт пришел к власти, он обещал нам через 30 лет догнать средний уровень по Европейскому Союзу. Вот я только что посмотрел данные по Германии, как локомотивы Еврозоны. В 1991 году, по данным Всемирного банка, покупательная способность Германии была равна, сейчас покупательная способность, 31 тысячу долларов. В Латвии покупательная способность была 14 тысяч. Значит, через 26 лет в Германии покупательная способность на душу населения 45 тысяч, а в Латвии 25 тысяч. Получается, что за прошедшие 26 лет Германия прибавляла 5300 к своему ВВП покупательной способности, а в Латвии 4200. Для того, чтобы в Латвии догнать уровень Германии, потребуется еще 50 лет. Текущий уровень Германии не догнать в будущем, а прийти на уровень 2017 года потребуется 50 лет. Вам не кажется, как министру, что модель, с которой существует в Латвии, она неправильная, она себя дискредитировала за последние 26 лет целиком и полностью? Потому что никаких темпов не хватит, никакой человеческой жизни не хватит, чтобы выйти на уровень высокоразвитых государств Еврозоны. Спасибо. Ну, я большим отношениям отношусь к людям, которые просчитывают и kalkулируют и так далее. Это довольно таки болезненный вопрос, но, скажем так, во первых, мы должны, во первых, отмечить прогресс, который Латвии с 1991 года, то есть, когда она возобновила независимость, потом поступила в Евросоюз, то есть, который прогресс получился. Если мы посмотрим прошлый год, то мы выходим на 75% уровень от европейского среднего, то есть, и когда мы поступали, он был где-то 25, и как-то так, так что прогресс очень, очень значительный. На сегодняшний день перед нами стоят очень сложные задачи, и мы должны осуществить переход на, скажем, индустриальное развитие, мы должны осуществить переход на экономику знаний. Да, основном, поэтому очень много говорится о качестве в университетах, о качестве научных сотрудников и качестве образования, образования для взрослых, так называем, это основной самый вопрос, поскольку на сегодняшний день для экономики Латвии очень ясно, что это больше не страна дешевой рабочей силой, то есть, мы переступили зону среднего заработной платы 1000 евро, в среднем году она будет уже 1100, но знаний у рабочей силы Латвии, жители Латвии очень мало по, скажем, по технологиям, по современным этим вещам. И, конечно, если видеть, если вы просили о Германии и экономике, сравнении экономики Германии и Латвии, то Латвийский банк, то есть, сделала экономическую модель, который показывает, что если у нас удастся повысить инвестиции, инновации и научные исследования, то есть, до 2 или 3% от валового продукта, есть определенная колея, как мы за 17-18 лет можем дошить уровень германии. У вас прогноз 17-18, не 50. Вы вот так плавно перешли к своей сегодняшней, наверное, деятельности в СЭМе, это комиссия по образованию, культуре и науке. До этого хотелось бы, в общем, о СЭМе поговорить, были выборы, вы незадолго до выборов стали членом правления в Вену, Атыбе и в Единстве, тогда мало кто верил, что что-то возможно, и, в общем-то, на выборах тоже результат был не самый лучший, но путем всех переговоров и так далее, новое единство, новая кровь какая-то появилась и новый взлет, я бы сказала. И теперь кресло премьера и несколько министерских постов тоже в ваших руках, если так можно сказать. По поводу, в общем, министров хотелось бы поговорить коротко. Сейчас можно увидеть, что новые министры, вот от той же партии КПВЛВ, к примеру, и от новой консервативной партии, они более открыты к обществу, не знаю за счет чего, может быть, неопытность какая-то у них тоже есть, но они и с обществом общаются намного проще через Фейсбук, Твиттер и приходят на те же интервью. А, например, господин Пабрикс и Реерс, министра от нового единства, да, и сам господин... Пабрикс, наверное, нет нового единства. А, да, объединения. Господин Реерс и премьера министра Кришенис Каринш, они так как-то держатся в стране. Почему так? Почему они не хотят коммуницировать с людьми? Наверное, ну, каждого министра своя. Я не думаю, что Каринш как-то отказывается коммуницировать, он очень ярко виден на медиахе, он все-таки все время старается объяснять свою позицию, почему он делает одну вещь или другую. И это одна часть, одна страна монета, вторая. Могу сказать, что Каринш довольно таки на этот момент довольно таки много занят не только национальными делами, но и европейскими делами, можно так назвать, поскольку он является одним из, как сказать, он является в группе переговоров. То есть, двое человек из довольно таки влиятельной группы Европарламента, так называемой народной партии, которую он представляет, которые сейчас работают очень тщательно, чтобы создать новое, то есть, чтобы выбрать новые руководители Евросоюза, да. И это занимает довольно таки много его времени, я могу сказать, за последние четыре недели он очень много занят этим вопросом, он балансирует свое время между вопросами здесь и вопросами, которые важны в Страсбурге и Брюсселе. Конечно, очень хорошо, что на сегодняшний момент лета и немножко политическая среда немножко так спала по активности, это дает им возможность маневрировать, но я бы не сказал, что премьер-министр когда-то отказался бы давать интервью и он довольно агрессивно делает. Насчет министра финансов, знаете, ну это консервативная среда и, например, когда у нас начала эта дрючка с Эстонии по акцистным налогам, министр очень активно боролся за свою позицию, так что я бы не сказал, что его не видно и не слышно. Ну вы не считаете, что они должны чуть больше, возможно, ну я, конечно же, за наши СМИ всегда ратую, но до них достаточно сложно достучаться. Нет, но это вам оценивать и спасибо, что вы сказали, например, у нас сегодня рабочий семинар по работе партии, так что выскажу вашу точку зрения, что вы критически относитесь к этому. То есть то, что видно, что новые министры, они как-то вот их достаточно просто, они идут на этот контакт, возможно, не все нравится, что они говорят, они не выполняют все, что они говорят и обещают. Я бы немножко, да, хотел заметить об этом, конечно, политик, три четверти работы политик это коммуникация с обществом и объяснить, куда мы движемся и почему одна или вторая вещь делается, но мне очень важно, кажется, чтобы смотреть, то есть и не только коммуникации, но и работу тоже, да, так что и обещания как не выполняются. Надевайте наушники, я вам еще звонок. Добрый день. Добрый день, господин Шаранов, если вы захватили Советский Союз, а вот когда нам вбивали в мозги, какие мы достижения сделали в Советском Союзе, сравнивали с 913 годом, как было плохо при царизме. И вот этот вот абсурдный ответ, что мы движемся вперед по сравнению с тем, что было, смотрите, бегун на дистанции, самый последний, который еле плетется, он движется вперед, отставая от всех, все больше и больше. И вот ура, патриоты говорят, но мы же лучше живем, чем раньше жили. Задавайте вопрос, пожалуйста, мало времени остается у нас совсем. Задаю вопрос, хотя бы элементарно отвечать, вот позвонил человек с цифрами и сравнил, сделал сравнительную оценку, очень качественно, и вы отвечаете инвестиционным ответом, нет, мы живем лучше, чем раньше. Не глупость ли это, господина Шаранова? Спасибо. Спасибо за вопрос, как министра экономики, я могу сказать то, что я вижу, сравнивая те цифры, которые мы видим. Если мы говорим по Евросоюзу, то мы группы, скажем, группы последних трех государств, это Латвия, Арминия и Булгария, мы отстаем от наших балтийских соседов, но если мы сравниваем динамику развития доходов жителей, например, мы видим три последнего года развития очень быстрее, мы шаг за шагом мы сравниваем то ситуации, которые у нас с другими старыми. Если мы смотрим на валовый продукт, ну, если мы сравниваем бывшими странами Советского Союза, ну, те, которые вне Евросоюза, мы можем увидеть очень большие различия и очень хорошие достижения латвийской экономики. И мне не нравится эта позиция, что все плохо. Давайте перейдем тогда все-таки к комиссии по образованию, культуре и науке, которой вы на сегодняшний день являетесь председателем. Вы заявили, что нехватка учителей в латвийских школах становится национальной проблемой, а вот у нас уже на носу реформа и содержание образования подоспела, и уже вот сейчас и через год надо начинать обводить. Что вы, как комиссия, можете сделать, и какая здесь ответственность Министерства образования, прошу прощения, господин Пабрюш, что не отпускает. Насколько у вас тесное сотрудничество, и это вы просто говорите, и Министерство образования должно услышать, или вы как-то между собой тоже... У комиссии две важные задачи. Это во первых законодательная работа, то есть просматривать законы, принимать законы, и вторая задача это парламентский надзор над процессами, да, процессом образования в этой ситуации. И у меня очень активная комиссия, мы очень много едем по школам, мы встречаемся с разными, то есть разными людьми, которые работают с системами на разных уровнях, как директорами школы, учителями, то есть и региональные организаторы системы образования, и уже, как сказать, без линзы видна одна осуществительная проблема, что, с одной стороны, мы подготавливаем более чем тысяч молодых людей заканчивают вузы как учительскими дипломами, но в школу уходит только 10-13 процентов, то есть. И на сегодняшний день уже видно во всех регионах, что очень быстро растет проблема нехватка учителей, и, то есть, во-первых, мы переходим на обучение на государственном языке, да, то есть, во-первых, здесь не была сделана подготовка учителей латышского языка, учителей, например, по физике, которые могут учить на латышском. Также, например, при бурном развитии ICT-сектора, то есть информационно-коммуникационного сектора, очень трудно найти учителей по этому предмету, просто заработные платы неконкретно способны. Учителей по физике не хватает, по математике, по биологике и так далее. И как-то министерство ставило эту проблему, то есть директоров школы, что давайте решайте сами эту проблему. И то, что нам удалось на комиссии все-таки эту проблему экспонировать, увидеть, сколько и где не хватает, и, то есть, мы согласились, что министерство за лето сделает механизм мониторинга, да, и придет с осенью, то есть, так называемым проектом, как решать проектом, как решать конкретную проблему. Учителей по английскому или учителей по биологии и так далее, и так далее. Так что я думаю, что это довольно хороший успех комиссии, да, что все-таки мы обратили внимание министерства и общества на этот вопрос. И, то есть, ну, могу сказать, что у нас есть где-то время, максимум 3-4 года, чтобы это решить. Да, один очень хороший шаг со стороны министерства, и который сделан, так называемым, с государственным сектором, совместной программой, что переход на подготовку учителей на одногодовую программу, да. То есть, если вы, например, уже имеете высшее образование, вы можете, то есть, работать параллельно в школе, и, входя в эту программу, вы можете получить академическое обучение годовое, чтобы стать учителем. Программа СПМ-миссии. СПМ-миссии, да. И это, мне кажется, очень-очень такое уже хорошее направление. Я думаю, через этот механизм министерство сможет уже начинать исправлять эти ошибки, которые на сегодняшний день. Второе, конечно, мы должны, мы же подняли этот вопрос, что происходит с университетами, почему 5-6 университетов подготавливают учителя, а только 10-13% ходят работать в школу. Да, давайте рассматривать эту проблему, и не надо нам стрелять в, ну, как сказать, пустоту или темноту. Давайте подготовить половину, вложим больше денег в подготовку, но зачем там 1100, давайте подготовим 500. Ну, пусть хоть половина уходит работать на школу. Сколько на сегодняшний день не хватает учителей в латвийских школах? Сотни, тысячи, десятки? Это будет в сотнях, скажем так, уже вакансии, где-то, по-моему, 300 вакансий, но мы в осенью видим реальную цифру, поскольку мы не видим, пока не на, то есть не видим цифру, где, например, учитель латышского языка учит биологию, то есть учителя замещают друг друга, да, это так, ну, это не, ну, не долгоспособная система, и, так что давайте осенью я могу точно ответить, но дефициты очень большие в системе. Когда вы были кандидатом в евродепутаты, один из ваших приоритетов вы называли это получение финансирования инвестиций со стороны Евросоюза в науку и для наших ученых латвийских. В Европарламент вы не попали, будете ли вы что-то делать в масштабах Латвии? Нет сомнений, это один из моих таких самых важнейших приоритетов, и это вопрос о высшем образовании в Латвии и университетах Латвии. Мы видим, что, если мы сравниваем Латвийские университеты с другими европейскими университетами, что, к сожалению, если эстонские и татурские университеты, где это рейтинги, это рейтинги имеют 300 позиции, то и литовские два университета 500 позиции, но наши университеты тучи-тучи где-то на 900-1000 позиции. То есть, можно сказать, что они в рейтингах практически не существуют. И если смотреть этот вопрос глубже, мы видим, что это вопрос качества науки. И качество науки в глобальном мире измеряется двумя позициями. Во-первых, это публикация международного научного журнала, и вторая, которая сейчас измеряется больше и больше, это цитирование. Это значит, что, например, Эйнштейн может написать одну статью, она будет все время цитироваться. И то есть, это является показателем этой научной работы. И сколько тебя больше цитировать, тем больше твой так называемый индекс Хирша, и то есть, как научный сотрудник. И в Латвии до сих пор определялось очень много внимания на процесс обучения, но не на процесс науки. И для современного мира университета это тот мир, где создается знание, то есть университета об исследовании, об фундаментальных исследовании. И Латвия, из-за жизни, отстает от этого, и здесь у первых Еврофонда. Я думаю, что на следующем периоде, я думаю, 20% от Еврофондов будет отведено инновацией и исследований. Это одна часть. Второе – это программа Евросоюза, то есть программа Horizon 2020, где можно сказать, что восточные европейские страны смогли из этой программы использовать где-то 2-3%. Это, если мы смотрим на валовых продуктов отношения, это меньше, чем наш экономический потенциал. И это был тот вопрос, который я уже адресировал, когда думал об России Евросоюза. Но все равно мы уже видим, что есть возможность, если нам удастся работать с Кристианом Кареншо как премьер-министром, он является довольно-таки влиятельным политиком Евросоюза. Я думаю, что мы получим и поворот в этой ситуации, что это не будет клуб старых университетов, которые эти деньги будут, как сказать, ну, этими деньгами будут использовать, но тоже найдем баланс между восточно-европейскими странами, где университеты немножко остаются, что они все-таки этот частный Horizon 2020 можно будет больше использовать. У нас буквально минутка-две остается. Вы сказали, что Кристиан Искаренш достаточно известная личность в Евросоюзе, так и есть он во многих рейтингах, в том числе. Это как-то может помочь Латвии получить больше денег из еврофондов, от Евросоюза? Ну, во-первых, да, это очень интересный феномен Кристиана Искареншо, что он был очень долгие годы депутатом и очень влиятельным депутатом. Он руководил группой по энергетике, это такой фундаментальный вопрос Евросоюза. Его, можно сказать, что очень многие знают. И второе, то, что появилось, то есть он как член группы переговоров, да, он, мы уже видим, что последний уже рейтинг говорит о том, что он может стать лидером Евросоюза. Так что это для очень маленькой страны очень важно поставить нас на карту. И он, то, что Кристиан Искаренш тоже совместно с шестью премьер-министрами, то есть присоединился шестью премьер-министрами, которые выступили с инициативой больших средств Евросоюза для климата, то есть уменьшение эффектов климата, это тоже его поставило на европейскую карту, как современного, модерного политика. И, как представитель очень маленькой страны, для него это является очень большим потенциалом, поскольку большим странам очень трудно всегда договориться, и чтобы иметь какие-то равновесии между большими крупными вельядерными странами, всегда здесь, я думаю, что для господина Кариниша он имеет очень большой потенциал в этом. На ваш вопрос очень короткий освет, да, конечно, для Латвии это может получиться очень хорошим результатом. То есть, по тому, что вы сказали, господин Кариниш впоследствии может и возглавить тот же, например, Европейский совет и, в общем-то... Ну, я бы не говорил об этом, я хочу только цитировать газеты, которые говорят о процессе, которые очень сложные и будут искаться очень многие компромиссы, но как один из кандидатов потенциальных он назван, да. Спасибо, экс-министр экономики, председатель комиссии СЭИМа по образованию, культуре и науке, Арвила Шараденс была на студии. Спасибо, что пришли, спасибо вам, дорогие слушатели, за участие. К сожалению, не все звонки мы успели принять из-за отсутствия времени. Программу провела Анастасия Смоловская. Всего хорошего. Спасибо.